Сюрпризы ко дню рождения Заполярного центра не заканчиваются. К юбилею города редакция газеты «Вечерний Мурманск» подготовила специальный праздничный выпуск, в котором расскажет, о чем мечтали мурманчане полувека назад и что себя представляет северное счастье. Над праздничным выпуском газеты «Вечерний Мурманск» трудилась вся редакция. Елена Павлова готовила разворот, который называется «Мурманск живет». В нем журналистка рассказала о мурманчанах, получивших новые квартиры вместо комнат в ветких деревяшках. По словам Елены, над таким выпуском работать было одно удовольствие, ведь писать пришлось о счастье северян. Например, одна семья до этого 8 лет жила в деревяшке, и они вынуждены были снимать же ее, чтобы двоих детей не подвергать опасности провалиться под пол. Поэтому, когда они увидели готовую, новую, свежую квартиру, это было в феврале, им вручили ключи. Это был один из самых приятных и эмоционально теплых материалов. Гвоздем номера стал выпуск газеты «Комсомолец Заполярья», вышедший полвека назад, на 50-летний юбилей города-героя. Номер отсканировали и напечатали заново, уже в цвете, чтобы жители Заполярного центра узнали, о каком мурманске мечтали их бабушки и дедушки. Нашли даже мечту отца Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли Российской Федерации. Один из мечтающих мурманчан – это красавец комсорг, 28-летний Валентин Мантуров, который говорит о том, что Мурманск сольется с Североморском, и в городе появится дом молодежи, все это тоже сбылось. Редакция «Вечернего Мурманска» подготовила 24 полосы интересных фактов о городе, его строительстве и мечтах северян. Праздничный номер выйдет уже завтра, 7 октября. Специальный выпуск «Вечерки» получат все подписчики. Также купить его можно будет в розничной сети.